На остановках ни души. Это неудивительно, ведь уехать из поселка Ворошиловка на общественном транспорте практически невозможно. Местные жители вынуждены ежедневно совершать 20-минутные прогулки до дома книги или автовокзала, а до Приокского дети и вовсе ходят пешком. Или на час раньше идешь, чтобы к врачу попасть, там сидишь, полтора-два часа отсиживаешь, чтобы приехать вовремя. Ну, в общем, плохо. Плохо с транспортом у нас. Они как с утра поездят и вечером поездят, а потом больше ее нет буквально. То есть ни днем, ни там? Ни днем, да. А вот люди приходят, постоят, подождут и все пешком идут. На остановках сидят только те, кто попал в Ворошиловку случайно. Например, сотрудники Горгаза. Ну, должен прийти в 13.20, 21-й автобус. Мы по работе. Ну, сколько мы сидим-то? Пучка, наверное. Ну, он будет в 13.20. Ну, не знаю, придет, не придет. Звонили, что должен прийти. Однако и в назначенное время автобус не явился. Общие сложности женщины провели на остановке 45 минут и решили пойти пешком. Более того, за все время работы съемочной группы мы не увидели ни одной маршрутки или автобуса. Работают только до 8 часов. После 8 вот у нас и Пятерочка, и Оливье. Мы не можем уехать отсюда. И сегодня опять мы звонили, никто нам ничего не говорит. Короче, у нас отрезаны маршрутки ни одной. О своей проблеме жители поселка Ворошиловка говорят не первый год. И весной сюда назначили 18 маршруток. Только радовались местные жители недолго. Уже в эти выходные их ждал неприятный сюрприз. В субботу, в воскресенье к нам перестал ходить совершенный транспорт. Ни маршрутки, ни автобуса, ни одного. В маршрутке сказали, что лицензия закончена. Вчера у нас утром народ собрался на 8.15, автобус не пришел. Люди опаздывали. Сейчас транспорт появился, но по наблюдению местных жителей только в пиковые утренние и вечерние часы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова